Да, у нас доклад на такую интересную тему. В общем, собственно, мы представляем проект AltGNOM. Это открытое сообщество во всех смыслах вокруг регулярных сборок, в частности на базе графического окружения GnOM. Олег Щавелев, его как-то, как-то начало, я, кто занимается как раз нашей медийной частью. И сегодня мы хотим рассказать про создание эффективных рабочих пространств. Давайте для начала определимся, что у нас такое академические проекты. Академические проекты — это то, что живет, потому что нужно. То есть вам в Вузе сказали, сделайте проект. Вы его делаете. Часто цель также объявляется извне. То есть вам говорят, ну, есть какой-то список задач, выбирай какую-то, решай. То есть в большинстве случаев, ну, я по своему опыту говорю, и друзей, которых все это опрашивал, эти задачи не попадают в интересы самого студента или обучающегося, к примеру, там, школьника. Также эти проекты оценят преподавательский состав. И это тоже можно вести как небольшой минус, потому что сами проекты, не всегда преподаватели знают, что сейчас в актуальном нашем мире всем нравится. И оценка может быть достаточно субъективной в этом плане. И такие проекты в большинстве случаев потом появятся на полке. Вот. Может кто-нибудь скажет, если у вас был студенческий проект, вот живет ли он сейчас где-то? Вот поднимите руку. Вот это хорошо. Но опять же, вот сколько людей? Две-три руки было. К сожалению, процент маленький. Если это было больше, это было бы гораздо лучше. Да, Олег? У меня еще несколько вопросов. Поднимите руки, кто помогает своим педагогам, которые вас отправили в профессиональную жизнь. Помогает студентам. Они возвращаются к педагогам и работают с новыми студентами. Вы замечательные люди. Спасибо, что вы есть, потому что это очень классно. Вы нам помогаете. Спасибо. Тут мы хотим как раз немножко про мнение студентов рассказать об академических проектах. Мы поспрашивали по знакомым студентам, что они про это скажут. В большинстве случаев тема проектов, они достаточно общие. То есть нет какой-то специализации, которая может быть интересна в нашей текущей вообще мировой ситуации. Нет глобальной цели и аудитории, которая может этот проект оценить. То есть проект, так скажем, разворачивается в закрытом пространстве института, либо учебной группы, либо мнения преподавателей. Я не говорю, что это плохо, просто как факт. Очень часто проекты оторваны от реальности. К примеру, могут использовать уже стек-технологии, которые на текущий момент либо используются мало, либо вообще не используются. Просто потому, что по нему написана учебная программа и нужно идти по ней. Опять же, все стандарты, все это по документам, поэтому происходит так. И в большинстве случаев такие проекты студентам неинтересны, потому что, опять же, делаются потому, что нужно, а не потому, что студент этого хочет. К сожалению, это особенности системы, которая идет образование, потому что она должна быть системной и одинаковой почти везде. Дальше, я думаю, надо рассказать про то, как Альгном создал почву. То есть мы говорим про эффективное. Так что такое у нас эффективно? Так как мы открытое сообщество, к нам может присоединиться любой, мы открыты. Мы используем различные стеки технологий. Мы рады всем, школьникам, студентам, специалистам с многолетним опытом. То есть вы можете к нам присоединиться, опять же, там в конце будет QR-кодики, присоединяйтесь, всех ждем. Также у нас есть ресурсы, чтобы о наших проектах, которые создаются в рамках сообщества, рассказать. То есть чтобы о них узнал больше людей, собрать какой-то фидбэк, что улучшить, что как-то сделать по-другому. Ну и минимальное количество бюрократии. Так как мы не организация, в принципе, любые вопросы, нужды, мы стараемся закрывать максимально быстро или моментально. Вам нужен сервер, мы постараемся всеми силами сообщества его обеспечить. То есть это вот такие моменты, которые мы стараемся максимально улучшить и ускорить для того, чтобы человек занимался тем проектом, которым он хочет заниматься, а не тем, чтобы ему получалось этим проектом заниматься. И немножко про профориентацию. Все-таки в любом случае проект — это всегда какой-то шаг в профессию. Что в нашем случае это идет? Основные, так скажем, стержни, на которых держится альгном. Все работают по своим способностям, возможностям. Вы можете писать репорты на Багзиле на ошибки, то есть их исследовать. Вы этим занимаетесь. Вы можете собирать пакеты, вы можете собирать пакет. Вы пишете код, вы пишете код. Вы очень хорошо можете документировать какие-то программы, вы пишете альгном вики. А если вы умеете рассказать о проекте так интересно в телеграм-постах, вы ведете телеграм-канал. То есть каждый делает то, что он может. Нет какого-то определенного требования, которое нужно обязательно соблюсти. Надо просто хотеть что-то делать. Также мы стараемся привлечь специалистов. Например, как Олег, у него больше 15 лет стаж в веб-разработке. И мы стараемся, чтобы Олег нашим участникам объяснял, что такое веб-разработка. Многим это понравилось, и теперь они хотят это выбрать как основной своей профессии. Если человеку понравилось, почему бы и нет. Самая лучшая работа — это работа, которую ты любишь. И опять же из этого вытекает нахождение пути в профессиональной деятельности. Ну и свобода. У нас весь наш код открыт. Его можно посмотреть, редактировать. Альгном вики, к примеру, наша вики вообще распространяется по листинзимитам. Можете ее себе забирать. Тут уже, думаю, слово Олегу, как одного из разработчиков Альгном вики. Я хотел сказать, что не только код. И дополнить единомышленника. У нас все открыто. У нас открыта аналитика. У нас открыты все инструкции. У нас открыты все проекты. У нас открыты участники. Это очень важно для нас, что открытость должна быть на 100%. Я хотел просто добавить, что код — это здорово. Мы делаем акцент на людях и рассказываем про интересные истории наших участников. И смотрите в полном объеме. Я хотел продолжить свою мысль. Это слайд про участника Альгном вики. Я его ментор. У нас есть такой мальчик Артем. Он учится в Москве. И раньше он вообще не хотел заниматься веб-разработкой, но ему это очень понравилось. Давай я расскажу. Я хотел Антону. Его зовут Антон. Не перепутай. Вы очень много перепутали. И я хотел сказать спасибо. Потому что он мне показал, как надо заниматься веб-разработкой. Как нужно выполнять задачи. И как хотеть выполнять задачи. Я очень благодарен, что он сказал, слушай, мне понравилась Вики. Очень классно, но ничего не понятно. Вообще не понятно. Мне очень хочется вам помочь. Ты же мне откажешь? Я говорю, почему нет? Ты же хочешь заниматься вике. Почему ты не можешь заниматься? Ну, не знаю. Говорят, давай. Давай статейку напишем. Такой он. Ну, давай. Через три часа посмотри. И он написал классную статью. Я очень долго просил ребят написать про то, как подключать Android, камеры Android, чтобы можно было стримить. И никто не смог. А он смог написать классно. Я говорю, отлично. А давай еще улучшим ее. И он такой через два дня. Проверяй. И он сделал несколько новых кастомных блоков. Потом было очень много приключений, где-то я ему рассказывал, как лучше. А где-то он мне показал. Олег, ты знаешь, конечно, я с уважением, что ты уже коммерчески этим занимаешься, но мне кажется, вот так вот правильнее. Я думаю, блин, о чем я говорю? А действительно он прав. И так правильнее. И в итоге я очень надеюсь, что цепочка пойдет дальше. Сейчас он полноценный разработчик Альгном Вики. И я очень надеюсь, что вот эту атмосферу, эту взаимовыручку, вот это равенство, он передаст дальше, когда будет помогать будущим разработчикам. Да, это как раз вопрос того, что open source, это же основа, что ты что-то взял, ты что-то отдал. Как раз получил знания, отдашь их большему количеству. Олег, к сожалению, как раз пропустил небольшой слайд. То, что это как раз мы прям просто мы с Антоном поговорили, его пару мнений спросили, и мы их вычленили в небольшие такие строчки, так скажем, принятия, от простого к сложному, почему мне все помогают, и что по итогу он сказал, что с нами надолго. Вот, и теперь хочется обратить, что, конечно, успешный проект очень хорошо, в одном веке она растет, но есть, так скажем, и камни в огороде. Вот, у нас был такой проект, назывался Altai, его основа была в том, так как у нас есть регулярная сборка, мы были небольшим сообществом, мы тогда еще не умели хорошо коммуницировать с Altlinux Team, и у нас была проблема, что в регулярке много чего нужно доделать, чтобы можно было использовать, ну, понятно, это некоммерческий дистрибутив, это сборка, и был разработан Altai, который должен был автоматически систему подготавливать для использования пользователем. Проблема вышла в том, что пока он разрабатывался, мы научились общаться с Altlinux Team, и все, большинство из этих вопросов были закрыты. Собственно, она была решена на корню, а проект был заброшен, но сейчас мы с Евгением Синельником на OSD поговорили по поводу альтератора второго, и мы в одном подумали, наверное, было бы кладно, чтобы Altai это был как раз-таки его обертка на AdWight, для регулярки Gnome. В принципе, название с Altam созвучено, я думаю, это может переродиться в такой более интересный проект, который станет удобной настройкой системы в дизайне интерфейса системы и единым с той системой, которая использует большое количество пользователей. Я хотел рассказать немножечко наш диалог. Altai, разработчик, который не получился, и очень здорово. Потому что он сказал, ну зачем, зачем тебе? Ты три часа, три месяца будешь это фигачить, потом тебе скажут, что надо по-другому, и все закончится просто полкой. Становись, давай медийкой замешивай, у тебя все получается. В принципе, этим и занимаемся. Да, и вот как раз я очень рад, что ты занялся медийкой. Это опять на свободе опять. Лучше бы, лучше ты медийку, у тебя очень классно это получается, и пусть Altai будет на полке, а действительно, возможно, в будущем мы придумаем новый продукт и возьмем такое классное название. Да, но тут опять просто к вопросу свободы, того, что каждый свободен выбирать, чем ему заниматься нравится. Не обязательно там. Раньше писал код, теперь рассказываешь про код. Вот, ну и в принципе, давайте теперь подойдем. Вот, вся презентация. Окей, мы рассказали, что такое академический проект. Мы рассказали про проект, который создан, так скажем, свободный, полностью свободный, живой. Туда авторы могут, вы хотите в Altai что-то добавить, вы просто отправляете pull request. Все, он принимается, сайт пересобирается, вы им работаете. Даже регистрироваться нигде не нужно. Ну, кроме как пока что на GitHub, мы еще, может, куда-нибудь переедем. Вот, ну, в чем отличие свободных проектов, которые уже развиваются, от академических? Первое, ими пользуются. То есть на следующем слайде будет статистика по Algdom Wiki. Думаю, будет понятно, что люди пользуются каждый день больше сотни человек. Их разрабатывают. Сейчас, на текущий момент у Algdom Wiki уже три веб-разработчика, то есть Олег, Антон и еще один к вам присоединился недавно, если не ошибаюсь, да? Да. Вот, то есть уже три разработчика и порядка 15-20 авторов статей. Да, возможно, кто-то пишет. Не каждый день, опять же, в силу своих способностей и возможностей. Очень хорошо, что получается даже уделять время на это. И их поддерживают. А огромное количество людей, которые используют Algdom Wiki, рассказывают, они отправляют ссылки. Это уже поддержка, это очень круто, за что мы говорим. Огромное спасибо. Вот, собственно, график. Тут, конечно, это не очень выглядит, но мы видим, что у нас за квартал больше 100 тысяч просмотров, 23 тысячи визиты и 13 тысяч пользователей. И, в принципе, это уже сейчас держится на хорошем уровне и постепенно растет с каждым днем. В принципе, да, вступать в наши ряды. Тут есть QR-кодики, все продублировано. Рады будем очень вопросом и постараемся на них ответить, потому что, опять же, вы открыты, рады на все ответить. А если где-то неправы, начните правы, надо справляться. Так, вопросы? Очень такой милый, милый такой вот прямо. Я растаял. Вдвоем признавались любвицы в целых это. Только единственное, про гном не понял ничего, но остальное… Про гном мы бы тебе, наверное, расскажем. Да, да. Так, вопросы по гном. Кто-кто? Ну, давай я… А, вот. Так, ребят, смотрите, очень интересно, что вы все это развиваете. Вопрос еще какой? Специализация с точки зрения того, как вы приобщаете к работе, как у вас делится? Вот вы ее как-то рассматриваете выделенной, или вы предоставляете широкий круг возможностей для проявления себя в разных вот этих вот направлениях? И, собственно, как происходит в вашем видимом переход от одной роли в другой? Потому что в сообществе человек принимает участие, он в этой роли там застаивается, считает, что это вот как бы его задача, ему сложнее переключиться. Вот вы смотрели на то, как переключать заинтересованных людей с одного направления в другое? Да, у нас такое случается. Ну, сначала, мне кажется, вкратце очень быстро, потому что время описать вообще просто процесс, как вольдном приходит. То есть я, скажем так, специалист первой линии, который как раз отвечает за взаимодействие, это обычно через меня все проходит. Есть чат, люди пишут, говорят, там, у вас что-то не так. Ну, если мы понимаем, что это может быстро поправить, мы это исправляем. Но всегда мы сначала пользователю предлагаем это исправить самому. Хочешь сделать лучше, можешь сделать это сам. Если не сможешь, мы чуть-чуть попозже, как руки дойдут, мы это обязательно сделаем. Ну, в общем, человек условно приходит, у нас две основных команды, куда в основном приходят сразу люди. Это Alignom Documentation, как раз-таки вики разработка ее наполнения, и Alignom Quality. Это команда, которую ведет Павел Субыч, она занимается тем, что проверяет ошибки, которых пишут пользователи в чате и открывает на них репорты. Вот пользователь пришел, пишет quality, 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 всегда там репорты уже написал за сотню, условно, всегда возникает желание что-то описать. И у нас для этих созданы чатики в Телеграме, то есть как раз для каждой команды. И, в принципе, если человеку есть желание написать, он просто без проблем добавляется, пишет, ревьювер, который принимает pull request, проверяет какие-то исправления, рассказывает, как сделать лучше, и все. У нас так было несколько человек, есть, которые вроде в трех-четырех командах сразу. То есть если у человека мы видим желание перейти куда-то, вообще он что просматривает в эту область, как-то думает об этом, мы сразу говорим, давай, ну, попробуй. В большинстве случаев, да, люди испытают, мы видим, что если что-то не так сделаешь, ничего страшного не будет. То есть там, не знаю, мир не умрет, никто не погибнет, все, если даже что-то сломается, можно всегда откатить. Вот, то есть мы поддерживаем даже маленькую инициативу, мы стараемся как-то развить. Можно два слова? Я не вопрос задам, я просто маленькую ремарку. Знаете, я последние годы в своих аналитических докладах неоднократно сетовал, что у нас пропала культура создания классических свободных сообществ по различным продуктам. То есть что-то такое создается, где-то какими-то кусочками, но вот я слежу за этим проектом где-то с полгода, наверное. Вот всем рекомендую обратить внимание, как пример, в общем, незамутненного создания классического сообщества с нуля и эффективно работающего. В общем, наверное, на сегодняшний день, вот когда меня спрашивают, ну вот где можно увидеть работающее классическое свободное сообщество? Вот я ссылочку последние полгода даю именно на ваш проект. Так что спасибо, молодцы. Спасибо вам. Не бросать это дело, да. Постараемся. Можно вернуться немножко к теме доклада. Я, честно говоря, когда читал и перед тем, как послушал, я ожидал некое им действительно рабочее пространство, потому что оно прекрасно сообщество создавать, да, но рабочее пространство это немножко другое. Особенно так, как здесь была упомянута именно проектная деятельность, это больная тема в школе, потому что оно постоянно для детей кажется бесполезным, их надо в этом уговаривать. Но сообщество это немножко все-таки не рабочее пространство. А вот можете чуть-чуть развернуть, ну как-то ответом на данный вопрос, что вы подразумеваете под рабочим пространством и как это рабочее пространство можно будет использовать именно школьникам, которым вообще на менее интересно все эти проекты делать, они хотят это только для того, чтобы получить какую-то оценку или что-то еще. А я вот касаемо школьников могу, кстати, дополнить так. Знаю школьников, очень часто, когда школьники делают что-то, что им нравится, они не понимают, что они делают проект. То есть подсознательно они там, не знаю, свой блог на ютубе ведут по прошивкам на андроид, это я про себя. А подсознательно, не знаю, там читы для игры пишут. А по факту это проект, о котором они должны рассказать, которые они должны сделать и презентовать. Возможно не так официально, как общий проект, но проблема в том, что до презентации глобальной, я считаю, что все должно дойти само. Он сам поймет, когда он захочет рассказать об этом всем и как он хочет. Так меня Олег дополнить хочет. Я хотел, так как я по специализации проекта, очень много компаний говорят следующее. Такой же вопрос. Смотрите, нам нужно CRM, нам нужна CRM, мы хотим KPI, мы хотим показатели, мы хотим эффективность, нам нужен крутой продукт CRM. Я смотрю, а люди не хотят этого. Люди не хотят входить, что-то вбивать, что-то писать и так далее. Я в таком понимании рабочего пространства разное. Ты, наверное, имеешь в виду, что ты типа, там, не знаю, тикет-системы умеешь, чтобы школьники умели как-то заводить, отслеживать и пропагандовать свои заявки. Стас, время. Какое-то сквозное. Коллеги, мы залезли на время следующего доклада. Аплодисменты, аплодисменты выясним в калуарах. Так, следующее.